Ай, ой, ай, а ты тогда... Это коронавирус! Ты дай я коронавирус и падаешь там в омороке, в этом снегу аж. Я погибаю. Вот, спокойно, спокойно. Хорошо. Карантинную зону прошел. Идем. Алтайский морж, рекордсмен книги Гиннесса, а сегодня режиссер Зеленецкий. Федерация плавания «Белые медведи» на время превратилась в антикризисный театр. Главные герои – алтайские моржи. Их антипод – коронавирус, который, по мнению моржей, боится снега и холодной воды. Ай, ой, 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 она холодная, я помираю. На прямые руки, на прямые руки подняли его. На прямые руки. Ай, ой, ой, коронавирус, коронавирус. Учтожить этого негодяя-керонавируса. Воду его, воду, холодную, ледяную воду. Аплодисменты, тащим его. Держим, держим, держим. Корона осталась. Все. И отошли в сторону от него. Несколько неожиданно. Если честно, не готов был. Но так коллектив решил. Почти 67-летний морж Зеленецкий, который, по идее, должен находиться на самоизоляции, признается, что и так проводит сейчас дома времени больше, чем обычно. Кстати, белые медведи заявляют, что обладают уникальным иммунитетом, благодаря которому не могут заразиться коронавирусом. Это при том, что вирус новый и у человечества нет к нему антител. Во многих городах России, даже за рубежом, нет людей, занимающих зимнее плавание, которые, в общем-то, болеют разными заболеваниями, в том числе и коронавирусом. Поэтому нам повезло, что мы везем здоровый образ жизни. Все, коронавирус уничтожен. Можно плавать. Ну, все-таки моржи это моржи, но не стоит забывать, что настоящий коронавирус мы еще не побороли и даже не прошли пик заболевания. Значит, наверное, самое лучшее, что сейчас мы можем сделать, это побыть дома. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.